После карательных операций по истреблению осетинского народа в 20-м году прошлого столетия, Грузия не оставила попыток полностью подчинить себе южных осетин и уничтожить нас, как этнос. Вслед за попытками прямого истребления осетин как нации последовали акты, направленные на уничтожение древнейшей культуры и языка алландского народа. Просто вдумайтесь, в 51-м году в течение только одного дня по приказу из Тбилиси со всех госучреждений Южной Осетии были сняты таблички на осетинском языке. Фактически даже в советский период они хотели уничтожить наш язык, нашу культуру. Даже в советское время в обход Кремля руководство советской Грузии, куда мы формально относились, пытались всячески уничтожить нашу культуру, письменность и идентичность осетинского народа. Вот лишь один печальный пример. В 1949 году руководство Грузии насильно запрещает осетинский алфавит и пытается заставить наш народ писать осетинские слова грузинскими буквами. В ответ на это пять осетинских старшеклассников создают подпольную организацию «Растинад» и расклеивают листовки с цитатой Сталина. Каждый народ Советского Союза имеет право говорить и писать на родном языке. Таким образом, юноши хотели обратить внимание руководства Советского Союза на попытку уничтожения нашего языка. Но грузинские каратели оказались быстрее. И летом 51-го еще совсем юных ребят Владимира Ванеева, Хазби Габуева, Льва Гассиева, Знаура Джоева и Георгия Бекоева сослали на каторгу. Я общался с одним из них, Бекоевым, и он рассказал, каким зверским пыткам и истязаниям их подвергали в грузинских застенках за защиту осетинского языка, осетинской культуры. Причем некоторым из них прямо говорили, что они ни в чем не виноваты, но их истязают за то, что у них хватало смелости пойти против Тбилиси и так смело защищать родной народ. Уже после попытки уничтожить культуру осетин приняли новые изуверские формы. Так, даже в мирное время на Южную Осетию обрушился настоящий культурный террор, который привел к истреблению целого поколения научной и творческой интеллигенции Южной Осетии. Активистов ссылали в Сибирь. В школах сокращались уроки осетинского языка. Принудительно менялись названия исконно осетинских населенных пунктов на грузинские. И еще один фашистский метод. Осетин заставляли менять фамилию и писать с грузинскими окончаниями Швили и Дзе. А уже после распада Советского Союза Грузия во главе с националистом Гамсахудзя предприняла еще одну попытку зверского геноцида. Потом был кровавый август 2008-го и, как итог, тысячу погибших искалеченных судеб. Но, возвращаясь к году 20-му, закончу словами коммунаров из фильма «Осетинская Ван Дея». Алан Тибилов, Александр Кочиев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск «Сегодня».